Доброго времени суток, дамы и господа, мадам и месье. В начале данного видео хотел бы порекомендовать вам замечательный магазин, в котором вам больше не придется пользоваться ибм и амазоном, ибо цены в нем в 350 сотен раз лучше, нежели на этих зарубежных сайтах. А что же это за магазин? А находится он в инстаграме, где вы можете купить различные наборы лего. Раритетные, могу подчеркнуть, по замечательным ценам. Дешевле вы не найдете, я думаю, нигде. Так говорит и сам продавец. Наборы Mars Mission, Star Wars и многих других раритетных серий по заниженным ценам, друзья. Также здесь предлагается очень быстрый выкуп наборов, которые вы не хотите. Моментальный. Ну и, конечно же, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Nataspace. И сегодня у нас будет обзор на мою новую самоделку из лего. А именно из деталей Bionicle, Фабрики Героев, Техника и совсем немножко Система. Это у нас обновленная финальная версия Блокаута из Трансформеров. Самый первый Десептикон и вообще самый первый Трансформер в общем, который мы видим в фильмах. И он является одним из моих любимых фильмов, естественно, после Саундвейва и так далее. Но Блокаут очень крут, и если вы с этим можете поспорить, то выдвините своего кандидата на крутого Десептикона или Трансформера в общем. Ну а я считаю Блокаут, он действительно эпичен. Именно поэтому я решил выполнить его во второй версии из лего. У меня уже была первая версия. Года два назад, где-то год, не помню. Но была. Она была не очень хорошая, и у меня еще тогда мастерство было не на таком уровне, и я не мог его так сильно круто воссоздать. Но сейчас, даже с тем количеством деталей, которые у меня имеются, а оно у меня не сильно велико, уж поверьте, здесь так-то точно, я ведь не дома. Поэтому мне пришлось находить новые конструкции, конструкторские решения, дабы воссоздать Блокаута как можно более похожим по фильму. Он, конечно, не трансформируется, но если бы он трансформировался, то выглядел бы гораздо хуже. Ну а так, давайте посмотрим на него. Ну и, наверное, многих интересует то, как же сделана голова. Меня бы тоже интересовало, потому что головы для трансформеров, я думаю, что делать умею. Вот как выглядит голова Блокаута. Никаких читерских соединений, ничего здесь не использовано. Это все лего детали вместе скрепленные и держащиеся отменно. Они не отваливаются, ничего не делают. С этой моделью можно вполне себе играть, не говоря уже о том, чтобы ставить на полку или в крутые какие-то позиции боевые. Вот как выглядит голова, сделанная полностью из деталей систем. Разные руки, рычаги, чуть-чуть детали микселей. И закреплена она тоже не читерским способом, а через синенькую детальку техника к Биониковской. Поэтому и дабы соединение было сильнее, тут сзади поддерживают вот эти две техниковские детальки. Так что никаких читерских соединений с клеем. Как у меня было два года назад, нету. Эта модель чисто сделана из лего, без каких-либо тут модификаций. Сзади у него имеются его роторы. Давайте сразу спину вам покажу, чтобы никто не говорил. А, спина голая. Нет, спина очень классная. Конечно, не получилось сделать ему полный плащ из винтов, из вот этих роторов. Но, думаю, все равно выглядит довольно круто. И ноги также сзади прикрыты настолько, насколько должны быть. Потому что Blackout, на самом деле, является довольно-таки большим. Да, он огромный. Эта модель очень велика. И поистине сложный. В фильме у него также были ноги такого диапазона, не знаю, такого дизайна. И со спины выглядит он вот так вот. Ну, давайте говорим о туловище. Что же у него на туловище имеется? Ну, все как, в принципе, и должно быть. Слева у нас вот эта пушка. Хотя, на самом деле, многие говорят, что это вертолет так заправляет спереди. Но, можно думать, что в режиме робота это у него действительно какая-то пушка. Вот как он выглядит внутри, со всякими разными шестеренками. Также вот эта деталь бионикос сюда довольно классно подошла. И я, наконец-то, смог передать его этот объем. Тут вот такие пушки. Как вы помните, у него действительно были такие огромные плечевые суставы. И руки были чуть-чуть пониже. Вот как выглядит в нижнюю часть тела. Тут тоже две пушки добавил. И трубку с маской этого из фабрики героев. Халка. Ой, не Халк. Тьфу ты. Балк. Балки вызывали. Вспомнил имя. Сбоку туловище вот как выглядит. Все в различных техниковских детальках. И действительно, почти как из фильма вышел. Мне очень эта версия нравится. И он больше мегатрона моего самодельного. Больше оптимуса прайма. Все как должно быть. Вот как выглядит его туловище. Руки у него также подвижны. Сейчас вам это продемонстрирую. Руки идут у него под углом с разными трубками. Так и должно быть. Они не симметричные специально. На одной руке у него имеется вот такой вот черный щиток. Пальцы подвижные. Вот какой у него изгиб. И такой и должен быть. Между прочим, в новой фигурке от Hasbro и Takara Studio Series там нету такого объема, изгиба. Что очень жаль. Мне кажется, они бы могли это сделать. Но учитывая, что там модель трансформируется, наверное, нет. Но так как у меня не трансформируется, я постарался сделать его настолько похожим, насколько возможно. А вторая рука не симметрична. У нее имеется винт. Как вы помните, в фильме у него он был. И он его так очень быстро раскручивал. К сожалению, он у меня только двухпропельный, двухлопастный. Должны быть четыре лопасти, но у меня нету больше таких деталей. Поэтому пришлось ограничиться таким. Опять же, пальцы. Подвижные руки. Здесь имеется такая комбинация деталей. И идем вниз. Ноги. Очень сложно было их сделать. Но они оказались подвижными. Стабильными. И могут его держать. И тут очень классная вещь. В фильме, можете помнить, у него действительно были такие шер... Такие штуковины. Поршни. Pestens. Сейчас нога в колени не сгибается. Это специально, дабы он был более стабильным. И всю эту груду наверху нужно поддерживать мощными ногами. И он действительно стоит, не шатается, ничего такого не делает. Если вы хотите поставить его в какую-то позу, вы просто сдвигаете эту деталь. Благодаря этому поршень освобождается внутри. И вы можете двигать ногой. Она начинает функционировать полностью. И вот эти детали аккомпанируют друг к другу. Теперь его нога может сгибаться в коленах. И вы можете ставить его в любую позицию. Например, поставили в эту. Загнули эту детальку. Но я предпочитаю его ставить в ровные позиции. Так он выглядит покруче. Вот такая вот здесь конструкция. Опять же, можете посмотреть, как это я все тут придумал. Продумал вот эти клинки. На всякий случай, чтобы объема добавить. Детали ракши здесь отлично сыграли. Ноги у него почти точь-в-точь, как в фильме. Потому что у него они такие должны быть. С тремя такими штуковинами. Специальными. Дабы он был более устойчив. И да, я все же смог сделать ему их. Даже от фигурки Studio Series. Там у него ноги видоизменены, чтобы он был устойчив. Но моя модель, являясь больше, крупнее и намного тяжелее. Она все-таки использует его оригинальный дизайн стоп. Ну, практически тот, что был показан в фильме. Детали ракши, опять же, отлично вписываются в общую концепцию. Ну и опять же, вид сзади. Вот как тут все закреплено у него. Ничего не выглядывает. Ничего не торчит. Ну и в целом, вот такой вот блок-аут у меня получился. Давайте я вам его еще раз покажу. На фоне зелененьких кустиков. Специально, как во втором фильме. Правда, во втором фильме был его брат-близнец. А точнее, мне кажется, вообще клон, грайндор. Ну, для меня это один и тот же персонаж, просто воскресившийся, допустим, под мощью Скорпанока. Кстати, да, у него нет Скорпанока. Но мне уже просто деталей не хватало. В целом, я думаю, что он выглядит очень-очень круто даже так. Учитывая то, сколько я на него потратил времени, кучу деталей и как нужно было прорабатывать всю детализацию и все другие объекты, которые вращаются, крутятся и поддерживают друг друга. Я думаю, учитывая все это, можно сказать и вынести вердикт, что этот блок-аут намного круче первой версии. Ну и, не знаю, если вы хотите, создайте своего блок-аута. Я бы хотел посмотреть на то, что вы можете сделать с этим Дос-Аптиконом. Ну, а я с вами прощаюсь. Если вы не видели самую первую версию блок-аута, можете проведать его, посмотреть. У меня на канале есть, если я не забуду, то оставлю ссылку, но я могу забыть, так что просто напишите в блок-аут Dominato Space и там будет видео-обзор. И можете потом написать в комментариях, какая версия вам нравится больше, хотя мне кажется, это просто лучшее. Так что всем спасибо за внимание, всем желаю удачи и помните, Soundwave превосходен, автоботы ничтожны.